День Икс продолжается. Сегодня 18 сентября. Жители Ленинского района вместе с остальными россиянами делают выбор в пользу своего будущего. Мы находимся на избирательном участке номер 1290 Измайловска среднеобразовательной школы. Давайте узнаем, какая здесь обстановка. У нас явка довольно активная. В списке избирателей внесено 2190 человек. Идут молодые люди голосовать очень активно. Уже сейчас было впервые голосующих три человека. Они получили памятные подарки в виде календарей. Очень много людей пожилого возраста, которые стараются отдать свой долг. Я уже несколько лет председатель избирательной комиссии. И, конечно, замечаю, что данные выборы проходят более активно. Люди с большим желанием и интересом идут на эти выборы. И явка намного выше даже на период времени, если бы мы сравнивали с предыдущими выборами. Да, людей действительно немало. Очереди начинаются у стола регистрации, продолжаются перед кабинками и к тому, чтобы подойти к КАИБу. Это говорит о том, что люди стали ответственнее относиться к этому процессу. Ну, естественно, мне своя страна как бы не важно, что происходит. Из-за этого я пришла отдать свой долг гражданский. Хочу изменить. Все к лучшему страну, к лучшему изменить. Прием бюллетеня идет электронным считывающим устройством КАИБ, которое не позволяет опустить в ящик испорченные бюллетени. Он же этот аппарат будет считывать голоса. Такие устройства установлены не на всех избирательных участках Ленинского района. Поэтому, можно сказать, измайловская школа отличилась. Также Илона Броневицкая воспользовалась этим аппаратом, которая голосовала здесь по открепительному талону. От всех нас что-то зависит. И не надо никогда думать, что, а, все решается где-то. Лучше что-то делать, тем не делать ничего. Традиционно выборы – это праздник. И в измайловской школе полностью ощущается праздничная атмосфера. Здесь работает буфет. И в течение дня ожидается концертная программа. Когда есть новые надежды, и когда люди идут и как-то участвуют в жизни страны, то, наверное, это для них праздник, потому что они могут что-то изменить. Поэтому, я думаю, что в этом смысле это праздник. Помимо основных выборов, сегодня в школах Ленинского района проходят выборы президентов детско-юношеских школьных организаций. Тем самым юные граждане России учатся делать самый ответственный выбор. Дети чувствуют какую-то ответственность при выборе нашего кандидата. То есть для них это уже опыт для будущих выборов. Они получают уже опыт, приходят сюда, потому что мы постарались полностью осуществить примерно такие же выборы, которые проходят и на взрослых выборах. То есть дети приходят также, у нас есть свои кандидаты, также оформляют заявки, расписываются, все ведется, ну, все очень четко расписано. Дети голосуют, и также это все проводится независимо, никто никого не принуждает, так же, как на взрослых выборах. То есть для них это опыт. Единый день голосования продолжается. Если вы еще не сделали выбор, то избирательные участки будут открыты до 20.00. Поэтому у вас еще есть время отдать голос за своего кандидата. Юлия Погасян, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.